Сотни жителей, пациенты больниц, дети из летних лагерей эвакуированы в Волгоградской области из-за пожаров. Удалось отстоять 40 населенных пунктов, где проживает более 10 тысяч человек. Жара, ветер и даже пыльные бури. Борьба с огнем еще продолжается. В опасной зоне 6 районов. И виной всему могут быть поджоги. Ольга Паутова следит за ситуацией в регионе. Пламя молниеносно пожирало поля и здания. Плотные клубы дыма было видно за несколько километров. Люди пытались вынести хоть какие-то вещи, но кто-то не успел спасти даже документы. Обошлось без жертв. Но из-за пожаров пришлось закрыть три детских лагеря. Ребят отправили по домам. Около 700 человек уже эвакуировали в пункты временного размещения. Еще 5 тысяч готовят к эвакуации. А ближе к ночи в тех районах, где пламя смогли потушить, людям разрешили вернуться на свои участки. Жители дачного поселка в городе Волжский со слезами смотрели на то, что осталось от их жилищ. Первый дом загорелся здесь накануне около двух часов дня. Через 10 минут полыхало уже несколько построек. Их тушили все вместе. Когда мы там все закончили тушить, и вот соседка Галя поворачивается и кричит, крыша, крыша у вас горит. Мы все кинулись, ну вот все, кто были, опять все сюда. Спасибо, еще не уехали пожарники, все вернулись и давай все вот нас тушить. Вот один, два, три дома. Тот вообще в дребезги сгорел. Это только на этой улице, да? Да, три дома. У меня перекрытие, вот сейчас менять всю крышу и перекрытие. За два дня пламя уничтожило более 150 строений по всей Волгоградской области. В степи выгорели сотни гектаров. Вот так они выглядят с высоты. Жара плюс 30, ни намека на дождь, сильный ветер, который к тому же часто меняет направление. В таких условиях сухая трава вспыхивала моментально. В итоге в кольце огня оказалась вся область. В дежурную часть одно за другим сыпались сообщения о новых пожарах. Так, улица Ягодная, сколько домов горит? Вот только я сейчас там был, семь горело. Семь домов горит? Самая тяжелая обстановка сохраняется в шести районах. В Среднеохтубинском, Камышинском, Даниловском, Ольховском и Лавлинском и в самом Волгограде. Там ветер не только распространял огонь, но и валил деревья. А днем еще и пыльная буря поднялась. Пришлось срочно увеличивать группировку спасателей. На месте работают 5000 человек, в том числе и из соседних регионов. В их распоряжении мощная техника. Из Москвы дополнительно прислали несколько самолетов и вертолетов. Мы предпринимаем меры для недопущения возгораний на территориях сельских поселений. В частности, принято решение об отключении, временном отключении малых населенных пунктов от энергоснабжения. В связи с тем, что в результате ураганного ветра происходит перехлест электропроводов с соответствующими последствиями. К выяснению причин пожаров подключились следователи. Не исключена версия целенаправленных поджогов. По всей области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, МЧС сообщает, что все очаги возгорания удалось локализовать. И сегодня здесь ждут дождей.